Территория спорта день за днём становится всё больше и больше. Нам нужно двигаться быстрее, чтобы успевать за петербургскими любителями активного образа жизни. В рубрике «Бегущий Питер» мы показываем яркие старты северной столицы. От знаменитых марафонов до обычных забегов, доступных каждому. Мир стремительно меняется, но бег никогда не устареет. Парк Победы – одно из самых узнаваемых мест северной столицы для туристов, но для самих петербуржцев это совершенно особенное пространство. У каждого, кто жил на юге города, есть тёплые воспоминания, связанные с этим историческим парком. Кто-то здесь гулял, катался на лодках, изучал памятники, а кто-то ходил на матчи и концерты во дворец СКК. Сейчас на его месте достраивается грандиозная СК-арена. Неудивительно, что именно здесь сформировалась традиция проводить субботние бесплатные дружеские забеги. Фиксации времени, но без лишнего фанатизма. Каждую неделю на эти забеги собираются те, кто просто любит здоровый образ жизни и хочет подышать свежим воздухом. Прийти может каждый, вне зависимости от уровня подготовки и уж тем более возраста. Для участия нужно только зарегистрироваться. Забег красиво называется «Пять верст», но по факту это обычные 5 километров по парку. Впрочем, древнерусская верста – это и есть почти километр, но чуть-чуть побольше. Можете сами вычитать разницу и при желании сделать по парку круг почёта на недостающие метры, чтобы уж всё было совершенно точно. Забеги полностью бесплатные и проводятся силами волонтёров. Собственно, это отличная возможность самому втянуться в волонтёрское движение и помогать сделать мир немного лучше. Большинство участников давно и хорошо знакомы с дистанцией. За плечами у них по три и более финишей здесь. Но не только с дистанцией, а и друг с другом. После финиша участники традиционно собираются вместе, пьют чай и знакомятся. Поэтому прихватить с собой термос с чаем или кофе будет отличной идеей. Среднее время финиша здесь – чуть-чуть выбежать из 28 минут. Результат доступный каждому, кто немного потренируется. В любом случае, последним здесь никто не будет. Всегда есть замыкающий волонтёр, который движется позади пелотона. Разгоняет сзади, так сказать. Ну и поддерживает морально. Забеги проходят рано утром, зато добраться до места не составляет труда. К парку прилегает станция метро, а сам старт проходит совсем недалеко от неё. От большого фонтана парка. Когда-то здешний район был полностью спальным, но сейчас тут полно мест для развлечения, так что вполне можно остаться на весь день. А когда стадион достроят, так хоккей посмотреть по вечерам. Хотя парк полностью благоустроенный, здесь всё-таки повсюду пруды, а дорожки в основном грунтовые. Поэтому лучше подготовиться и потренироваться в беге по земле перед стартом, ну чтобы не скользить. Отдельная просьба от организаторов приезжать на старт именно на общественном транспорте, либо на велосипеде, самокате, моноколесе и прочих современных городских средств передвижения. Это улучшит экологию и парка, и города, а вместе с ними и всей планеты. Кстати, небольшой состав участников Пятиверст имеет свои огромные плюсы. Где-где, а здесь вы совершенно точно попадете на фото, причем будете в центре внимания сколько захотите. Ведь процент фотографов относительно участников здесь гораздо выше, чем на крупных стартах. А перед стартом волонтеры проинструктируют каждого и с удовольствием расскажут о беговом движении Петербурга. Пожалуй, один из самых лучших стартов для начинающего бегуна находится именно в Парке Победы. Продолжение следует...